Милиционеры показывают товар лицом. Несколько лабораторий, обучающих комплексов Восточно-Сибирского института МВД уникальны. К примеру, специалистов области пожарной и автоэкспертизы готовят только в этом учебном заведении. Здесь получают образование студенты от Магадана до Калининграда. Евгений Кемеровчанин в этом году получил звание младшего лейтенанта. Уже мечтает о самостоятельной работе на родине. Выбрал делом своей жизни пожарную службу. Профессия опасная, но Евгений считает, она для настоящих мужчин. Опасно, но кто-то же должен делать эту работу. Вот поэтому я решил, что я должен себя попробовать в этой области. И вот с каждым годом, я уже повторюсь, мне больше и больше нравится эта профессия. Сегодняшний визит представителей законодательного собрания в ВУЗ не случайен. По словам начальника Анатолия Чернова, учреждение может поменять место дислокации и стать фериалом Омского учебного заведения. Такие изменения стали возможны в связи с реорганизацией системы МВД России. Может быть, принимается правильное решение. Дело в том, что Омская Академия 90 лет, а нам всего лишь 17 лет. Но здесь, понимаете, в чем загвоздка состоит. Дело в том, что в соответствии с законом об образовании у Омской Академии нет лицензии на такие специальности, как пожарная безопасность, как судебная экспертиза. Не зря, вы, видимо, обратили внимание, когда выступали мои подчиненные, они говорили, что нет таких специальностей. И я думаю, что не только для нашего региона, то есть Иркутской области и тех областей, которым мы обучаем данной категории курсантов, это от Урала до Камчатки, это, вероятно, всего и необходимо всей нашей стране. В таком случае молодые люди из Иркутской области и соседних территорий лишатся возможности получать желаемое образование недалеко от дома. Да и материально-техническая база пропадет, сожалеет генерал Чернов. Сейчас институту есть чем похвастать. Подобного кабинета, к сожалению, великому, в высших учебных заведениях, если есть, то очень мало, а специализированного такого нет нигде. Уже сейчас юные курсанты обучаются с применением современной техники. Учебные экипажи привлекаются для охраны общественного порядка в городе, для тужения пожаров в лесах и в случае возникновения чрезвычайных происшествий в районах области. В УЗИ есть свои учебные лаборатории, укомплектованные на 100%. Автомобиль предназначен для доставки группы пожарно-технических экспертов и оборудования к месту происшествия, связанного с пожаром. Когда все сгорело и очаг пожара определить просто невозможно, эксперты с помощью вот этой аппаратуры по обугленной древесине и даже по гвоздям могут определить, где начался пожар. Депутат областного парламента Ирина Сенцова считает, что от наличия в регионе такого института выигрывают все – и молодежь, и специалисты противопожарных служб, и ведомств, которые после внесенных изменений в федеральное законодательство обязаны проводить аттестацию и специальное обучение. Мы считаем, что... Мы считаем, что...